ну и 2 удача это конечно то что не в тюрьме в общем в россии где как ты говоришь справедливо половина страны сидит другая половина предачки за стиль до или передачами почти весь малый бизнес это пережевывание нефтяных брызг чем главная проблема бизнеса в россии кроме внешней среды это в том что он ищет причины во внешней среде я начну с цитаты когда пришел приказ центробанка об отзыве лицензии я сидел в кабинете охреневал и плакал мне было так стыдно перед всеми ты кто ты тот кто все просрал жизнь проносилась перед глазами это была не просто работа и не просто банк это твоя цитата колонки написаны по в 2015 году журнале секрет фирмы в которой ты рассказываешь о том что произошло с банком 24 ru я здесь больше рассказываю что со мной пришли с тобой произошло что с тобой произошло после его банкротства отзыва у него лицензии с тех пор прошло уже почти пять лет наверное сейчас ты уже полностью отрефлексировал всю эту историю я думаю через 20 лет если дотянул я опять скажу что да я еще раз полностью отрефлексировал но вот сейчас спустя пять лет что как бы главное вот в этом воспоминании главное воспоминание наверно то как все в конечном счете потрясающе сложилось я вспоминал как ну когда уже было понятно что ситуация очень непонятная и как-то был вечер я был в кабинете и молился и о сотрудниках и клиентов ну потому что правда переживал у меня этот молитвенный механизм был достаточно заржавевший но он тем не менее как-то разогрелся я помню что был очень искренне в какой-то момент я почувствовал очень явно ну что все будет ок и все все в конечном счете было ок а что блок потрясающие люди которые были рядом собственно команда 24 которая в тот момент творила невообразимые вещи например мы хотели сообщить клиентам как им получать возмещение еще раз сказать что у нас есть деньги вам все заплатят но отключили же от всех системы просто не на что было эсэмэски разослать и сотрудники при том которые понимали что скорее всего но если ничего не изменится в ближайшее время без работы останутся при том не не богатые банковские коты а вот рядовые ребята которые часто с трудом сводят концы с концами скинулись на то чтобы все скинули чтобы отправить клиентам эсэмэски и компаньон с которым мы делали развивали банк 24 эдуард ментилеев у нас даже не на секунду когда все закончилось и он не говорит бурька знает что самое клевое игру что говорит мы с тобой даже не обсуждали вариант всех кинуть ну просто такого такого даже не было в повестке как как то о чем можно серьезно поговорить хотя там всякие люди приходили и предлагали активно в этом поучаствовать а предлагали что активы вывести ну да это вообще как делается не помню забыл забыл вообще забыл я кто приходил тоже тоже забыл да вообще даже не у не узнаешь а были вот люди которые иногда но вы не даваясь которые вот у всех на виду люди были реально то есть которых все знают и приходили говорили давай посекнем ну я сейчас не помню но мне кажется что да сейчас уже глядя на эту ситуацию ты понимаешь что привело собственно к этому отзыву лицей был банк 24 у него было в принципе все нормально с бизнесом но в какой-то момент центробанк сказал друзья нам кажется что вы не очень следите за клиентами там есть легализация отмывания и отозвал лицензию как бы это парадоксальная история очень какие-то вещи были которые ты бы сделал по-другому я честно говоря до сих пор не понимаю что что можно было бы делать иначе в той ситуации что но все кто гипотетически мог не понравится центробанку эти счета были закрыты мы об этом писали я написал письмо что там на самом деле есть такой механизм что если не нравится руководитель цб может настоять на том чтобы его поменять мы написали письма с просьбой ввести уполномоченных в банк и ну просто вот смотреть эти чуваки проверьте сами да да ну проверьте скажите что надо сделать мы сделаем такой решимости быть хорошими вот как просто вот не помню чтобы у меня когда-то была такая большая решимость быть хорошим исправить все что надо исправить если есть вопросы там скорее всего моя интерпретация такая что у банка были люди которые были крайне негативно настроены и создали такую интерпретацию такой контекст там всего происходящего что чтобы мы не писали похоже это все читалось как ну как какая-то издевка типа ну люди просто время оттягивают хотя но мы были абсолютно искренними ну и так бывает что когда и тебе что-то не то думают ты стараешься изо всех сил а люди видят в этом ну какую-то игру и а вот ты так хорошо шискал хотел быть хорошим а у тебя после этого желание быть хорошим не пропало вот и был все время хорошим я не то чтобы я все время был хорошим вот там были очевидные ошибки которые мы совершали потому что там не закрывали и не фильтровали счета достаточно эффективно но когда мы поняли в чем но в чем вопросы в чем претензии понятно мы бросились исправляться но похоже было поздно но сейчас дело наверное не в этом и я искренне ну как считаю что регулятор всегда прав названный регулятор в общем в россии на самом деле редко кто вообще говорит о фейлах провалах встречала ребята которые об этом открыто могут сказать и рассказать за пределами но в россии есть такая немного культура что лучше своей слабости свой тыл вы не покажете никому из трех муж китеров мне больше нравится библейская фраза что а 7 раз праведник упадет и 8 раз встанет и это не не важно какое количество раз кто-то падал а важно какое количество раз кто-то поднимался в россии приживется эта культура или нет или она ну просто не для этих мест воскресший всегда герой хотя слегка запредельный поэтому я думаю что это не 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 про эти или не про эти места я думаю это про про то что люди перестанут путать слабость и уязвимость что ну нас правда зэковская культура такая которая про показать силу и не не показать слабость да это так почему а это но мне кажется часто собственно слабости показывает а это просто зэковская культура я с интересом прочитала тоже в каком-то в какой-то из твоих лекций или каких-то текстов про то что в россии заметно влияние зэковской культуры меня на самом деле это очень сильно заставило задуматься эта фраза очень сильно зацепила потому что это многое объясняет это очень многое объясняет в чем твоя философия она очень простая если сходить в тюрьму просто посмотреть как люди общаются посмотреть как они смотрят как они как раз не раскрываются вот эти вот шуточные ответы на серьезные вопросы постоянная попытка подставить собеседника не подпустить близко ожидание подставы это все такая очень естественная часть тюремной культуры очень простой тест как русских узнают за границей по крайней мере как раньше русских узнавали за границей сейчас слава богу есть другое поколение по этому взгляду по отсутствию улыбок по решительной походке на all inclusive завтрак да 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 когда людям из той культуры улыбаешься они у них первая мысль издеваетесь надумываю убить и что ли и это все но это все не неестественное нечеловеческое это все советское тюремный быт то есть грубо говоря это последствия гулага непреодоленные а как это передается из поколения поколения ведь ну как из фильма дракон вы же свободные люди люди-то уже свободны у меня знакомый потрясающе свободный внутренний человек очень талантливый бизнесмен и мыслитель отсидел тут какое-то время по одной статье его оправдали по 2 в процессе вот вышел и прям с большой радостью мы с ним увиделись и я как почувствовал что при встрече не надо его ну вначале как-то бросаться и обнимать и мы с ним общаемся он говорит не поверишь вот я вышел и общаюсь с людьми кто-то подходит пытается обнять он говорит я аж прям отпрыгиваю говорит вот несколько месяцев прошло прежде чем я смог опять на это как-то нормально реагировать просто когда человек ко мне близко подходит он в общем ну в не очень ужасных условиях провел год-полтора ну как это передается до полстраны людям которые не сидели до из них когда полстраны отсидела это же все дальше с молоком матери а зачем ты ходил в тюрьму я был пастором методистской церкви и там был пописительский совет и мы всяко всяко помогали как-то вообще туда попал ой ну так опять же так так случилось все все полно случайностей там преподаватель английского переводил для служителей которые приехали я пошел английский послушать мне понравилось все очень разумным показалось что я до этого делал честные подходы к снаряду к православию и чё-то чё-то вот в чем разница ну если не теологическое ну где не каноническое да 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 потому что там гражданское обычно на тот момент не просто ну все стало проще понятнее про дела понятные слова то есть не даже там на английском не говоря уже переведенное были понятнее чем на церковнославянском не просто казалось что вот между каким-то простым незамутненным общением с богом и какие-то но понятных историй вокруг этого есть очень толстый слой символов слов обычаев традиции вокруг которых надо плясать и все равно на не факт что куда-то добежишь ну по крайней мере для для школьника то сколько мне было 15 лет это как-то так воспринималось ой то есть ты был совсем юным нужно ехать до в первый раз церковь пришел вот а когда ты закончил вот службу тебе было вспомнил годика 25 наверно когда с этим опытом совсем не знаком ну кажется что вообще не понимаешь о чем это что вообще делает священнослужитель ну кроме того чтобы видно кроме то что ходит разговаривает и ходит на специальной одежде ну везде так по-разному и что внутри у человека в этот момент происходит чем он думает ну и человек в этот момент продолжает оставаться человеком для кого-то это тщеславие для кого-то это доктрина и тщеславие и быть правом я сейчас про абстрактных кого-то разговариваю вот и ну и во мне были идти и те и другие третий момент мне кажется есть момент и он не связан с быть священником он про чуть более глубокую потребность человека служить чему-то большему чем я сам отдавать чему-то большему чем я сам и это такой транс и детальный опыт который собственно и на начинает жизнь каким-то смыслом наполнять и в этом плане для у предпринимателя у которого есть идея кроме как заработать бабло там у нас есть ролик про то как каждый из предпринимателей рассказывает свою историю хочу чтобы у каждого был дом чтобы люди жили дольше в безопасности и понимали друг друга представьте каким будет мир когда у предпринимателей все получится да да вот он говорит про то что там мне нравится чтобы животное не болели я хочу видеть умное поколение нашей страны поэтому и я учу детей вот этот вот момент соединения с чем-то что больше чем ты что продавание что про наполнение смыслом и и так далее мне кажется у людей которые себя этому послужили если им не удастся скатиться вот в слугу доктрины или в слугу собственного там тщеславия понтов и так далее остаться а понты там откуда берутся ну понты отовсюду берутся господи что ты на прямой линии как мне ну ты на прямой линии там тебя уважают где у тебя совета спрашивают это же такая очень но очень говоря тем языком очень духовно опасная вещь но когда у тебя спрашивают совета есть же искушение поверить в то что те действительно есть что сказать когда к тебе приходят люди с реально приходили с бедой как-то с ними разговаривать ой ну по-разному иногда мне казалось что но у меня есть какой-то совет иногда я мог только сопереживать просто быть рядом с ними иногда можно что-то практическое было помочь организовать а сколько лет ты проработал а это не недолго года было сейчас скажу а ну там три три с половиной четыре и почему ты решил уйти то там так получилось что я параллельно с этим работал был разработчиком и потом отделом руководил в северной казне я же программистов вот вот и какой-то момент так было можно а потом сказали что так нельзя и мне жестко поставили вопрос ребром вот или так или так и и я выбрал работать а потом кстати этот запрет сняли буквально через год или два ты знаешь я думаю о людях ну просто потом даже есть какие-то идеи на эту тему думаю о людях которые прошли тюрьму после этого смогли вновь вернуться в бизнес продолжать строить какие-то успешные компании с твоей точки зрения как люди выходят вообще из этого и возвращаются к нормальной жизни не знаю но но они для меня герои на самом деле есть идея просто есть несколько довольно ярких людей там мельников например gloria jeans другие люди которые прошли такие суровые испытания там тюрьму и после этого смогли стать успешными предпринимателями в общем в россии где как ты говоришь справедливо половина страны сидит другая половина хранилида очки рост или до или передачи ность так или иначе сталкивается и практически по каждой семье это прошло мне кажется важным рассказать людям что ну не все потеряно то есть что после этого можно вернуться потому что я думаю что очень многие люди просто впадают в депрессию а мы видим сколько это несправедливости там кому-то год условно кому-то и не условно да ну то есть люди просто у метро постояли и это тоже на их жизни отразится кто-то с домашним арестом а кто-то не под домашним арест каждому бизнесу нужно свое лицо в интернете как быстро и главное недорого создать собственный сайт если вам нужен простой сайт визитка или даже интернет-магазин а времени и средств на разработку нет воспользуйтесь конструктором сайтов net house создать качественный лендинг можно самостоятельно без программистов всего за 30 минут вы можете сделать и мобильную и десктопную версию сразу также специалисты net house могут помочь с регистрацией домена настройка эквайринга и рекламы net house выбрали уже более одного миллиона человек попробуйте и вы подробности по ссылке в описании в одной лекции ты говорил что человек который говорит что он во всем молодец вру на от него надо держаться подальше честно можешь рассказать в чем ты ошибался лажал ой таки вообще огромный прекрасный список а иногда это слишком мало доверия иногда это слишком много доверия иногда это слишком мало контроля иногда это слепая вера в непогрешимость собственных идей идей свои себе нравятся уже не очень вот и это как правило все все сильно затмевает а насчет много контроля мало контроля я так понимаю что ты придерживаешься идеи холократии как ты к ней пришел холократия на не то чтобы про мало контроля она про много доверия которые уравновешены ответственностью холократия подразумевает что человек понимает какую роль он должен сыграть какая у него здесь миссия и сам соображает как туда наилучшим образом добежать и эта ситуация которая некоторых окрыляет некоторых правда способна ввести в ступор если человек всю жизнь привык списывать словно то ну вот как то поместить его в среду где говоришь слушай давай придумай как теперь лучше сделать он такой а списывать откуда кстати в банке 24 ру холократия не была одной из причин собственно проблем нет мы мы стали делать эту штуку позже и одна из причин почему мы смогли пересобраться но кроме того что потрясающие партнеры это что вот мы там с эдуардом это все собрали тогда эту сделку и коллектив и клиенты поддержали одна из причин что мы были очень гибкими эту сделку это продажу да это продажу компании на которой была интеллектуальная собственности собственно коллектив и договоренность с открытием что позволило в конечном счете создать точку да ну раз уж мы естественным образом перешли до перешли к точке ну . реально такой знаковый до банк не будем заниматься рекламой бренда вообще не будем на это самый большой в мире digital банк для малого бизнеса как тут недавно выяснили да по количеству пользователей да 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 то есть вот из из digital игроков которые только для предпринимателей . такие самые крупные ну в смысле что это как бы не совсем банк ну в смысле там какой-нибудь американский честь или bank of america наверное больше да 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 надо про диджитал он леску клиент сейчас мы привлекли больше четверти миллиона 250 тысяч в россии человек и компаний в точке сколько всего в россии реально предприниматель реально зарегистрировал мне кажется там что-то около миллиона тайна покрытая мраком то есть 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 цифра сколько компаний в игре или сколько там четыре с половиной но опять же они там в разной стадии кто-то живой кто-то сдает отчетность кто-то не сдает это стадии ликвидации мы трезво понимаем что часть из этих компаний это не настоящий живопырки часть живопырки часть находится в стадии ликвидации часть бизнеса который был честным бизнесом и также честно умер вот часть просто на самом деле это один бизнес но он оформлен в виде 120 разных компаний п и так далее то есть я думаю цифру можно смело делить на 2 то есть в россии 2 миллиона 2 3 мая где-то так это много или мало вопрос не в том сколько их потому что был был такой период и все такси которые мы видим в москве это все и п но это не совсем без да 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 и это называю вынужденный предприниматель я думаю в россии может быть и нормально предпринимателей но мало предпринимательства поясни я думаю что экономике очень очень не хватает критического количества свободных предприимчивых людей у которых будут развязаны руки предпринимать если пояснить это сейчас чуть более структурно то почти весь малый бизнес это пережевывание нефтяных брызг это эта сфера обслуживания и тут вообще ничего против но если прикрыть нефтяные брызги то все это прикроется половина там к сожалению будет эффект домино и они здесь не виноваты ничего просто сильный толчок мог бы быть при росте производства а дальше предпринимателей которые что-то производят нам всем нужны услуги нам всем нужно кушать это все хорошо и правильно но предпринимателей которые что-то производят их их очень мало и вот этого нам катастрофически не хватает люди которые соединены с призванием есть предприниматель художник этот человек никогда не пойдет кирпичи делать скорее всего его бизнес это вот про картины про выставки про обучение других художников все понятно а есть предприниматели которым пофиг пельмени или еще что-нибудь стройка вот ну и без разницы есть предприниматели которым нравится что-то производить это про заводы это про наука емкие штуки и вот таких у нас очень мало сколько как ты думаешь вот в этой массе 2 миллиона вот таких процент один ну это как-то грустно ну то есть что весь и весь кипиш про 20 тысяч человек может чуть больше ну да значит 250 тысяч из этих двух миллионов так или иначе это клиенты точки вот из них как бы ты оценил соотношение кто из них реальный предприниматель и предприниматель а кто просто такие сериалки все реально предприниматели часть вынужденные предприниматели мы просто стараемся облегчить их взаимодействие с государством там специальные продукты и что по ним просто ничего не замечали вы жил как жил твой как платил карточкой так и платишь и при этом за тебя там все сдается налоговый отчет да 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 там все само считается чем вашу таскать уникальное торговое предложение почему люди идут к вам они другим а сейчас интересно сейчас с одной стороны люди идут везде с другой стороны наше уникальное торговое предложение она сейчас не не в наборе фишечек не в наборе каких-то конкретных кнопок я думаю наше ключевое конкурентное преимущество она в том что мы помешаны на то чтобы видеть в предприниматели человека а другие не видят возможно иногда видят я хочу верить что мы на этом помешан а что вы в этом вкладываете когда вы видите в предприниматели человека не секрет что многие банки рванули сейчас вот в сторону стать банком для бизнеса просто потому что другой бизнес под прикрылся и это какой-то доход которому все прибежали и все делают нам просто для того чтобы было и чтобы чтобы выполнять планы и так далее наша история про то что мы давным-давно заметили что это правда необычные люди которые умудряются где-то изыскивать ресурсы где их другие не замечают находить возможности там где их вроде бы нет видеть не проблему решение там где люди это тоже проходят мимо и при этом им банк ты не нужен им нужно просто чтобы не от них отстали точно вот меньше всего хочется быть вот банком и бегать с табличкой что мы банк им им не нужен банк на просто делать свои дела и чтобы вот по максимуму прослойка между ними их бизнесом их контрагентами клиентами была просто максимально незаметной и и мы на этом прям прям заморочены иногда у нас получается иногда нет но это еще про отношения в момент поддержки этот это то на чем мы прям принципиально не экономим смысле на поддержке пользу грубо говоря тех поддержки людей да у всех банков для предпринимателей и и и банков не для предпринимателей есть одна главная проблема каждой точки зрения это что они все такие с виду nice и такой них приятный интерфейс но есть знаменитый 15 фазы и когда вот хотя бы что-то какое-то подозрение где-то на тему 15 фазы то все у меня здесь вообще очень-очень куча мыслей эмоций на этот счет во первых как по пострадавшему в свое время по 115 статье я с одной стороны очень щепетильно отношусь к тому чтобы клиенты которые у нас есть у них был реальный бизнес и объективности ради я видел истории где мы закрывали счет зря и там был реальный бизнес человека просто как-то не мог показать или мы не могли увидеть это одна беда было много случаев когда люди кричали у нас все хорошо я прям сам садился смотрел проводки и там половина уходила на обнал на однодневки но вот весь набор венерических заболеваний ну а что вот этих двух миллионов что ли ни у кого нет обналы 1 дня в том-то и дело что что он есть у всех в какой-то в какой-то разной пропорции и как работает система это то что есть есть критерии по которым надо смотреть и банки не могут не смотреть иначе их потом что иначе их и иначе есть очень понятный простой механизм у регулятора это ограничение на открытие счетов ты просто не привлекаешь новых клиентов и тебе все да то есть ты проигрываешь конкуренцию но это даже не по не про проигрыш конкуренции там эти штуки могут формулироваться так что тебе надо за ночь в два в четыре раза уменьшить объем бизнес есть есть другая штука это с ней сейчас научились искать компромисс это так называемая черные списки это когда клиент приходит в списках и там есть черным по белому что по мнению неважно там налоговые лица б вот это плохой клиент и на месте банковского сотрудников всегда проще согласиться с регулятором сказать да действительно плохой это как правило те ситуации когда банки закрывают просто даже особо не спрашиваем есть есть механизм сейчас мы все чаще пользуемся куда куда человек уйти после этого не никуда новую компанию откроет ну просто желательно с другим директором другими учредителями понимаешь но вернемся до 115 музыклона а сейчас сейчас появился механизм и мы все чаще и чаще вписываемся за клиентов которых мы уверены это к сожалению то что нельзя объяснить на лендинге нельзя объяснить при открытии счета нам чтобы за кого-то вписаться у нас у самих должна быть просто железобетонную уверенность мы должны понимать как из чего состоит бизнес куда ходят деньги почему они туда ходят тогда мы можем идти работать адвокатами очень часто не всегда но по крайней мере часто когда мы запрашиваем документы мы их или там еще какие-то мы сэлфи иногда просим клиент говорит у меня камазы мы говорим но с фото и мы там заодно посмотрим на и номера и все такое вот но для нас важно убедиться что это реальный бизнес и убедиться что мы если что сможем выступить адвокатом этой ситуации а не так что вы вписываете за бизнес сейчас где-то по третий третий списков тогда было их блокировки по списка до сколько удается отспорить за ты треть практически практически всех я просто но у нас для этого это реально вот стопки в электронном виде но стопки документов профессиональное осуждение у вас там какие-то адвокаты что ли следует у нас не ну да есть специальные люди тот кто принял решение что клиент хороший он должен быть готов идти идти отстаивать от есть целая прослойка предпринимателей которая не хочет химичить но у них сложные сделки проходят или у них там налоги как-то иначе платятся которые могут быть интерпретированы так что их признают сомнительными мы прям сейчас специальную услугу сделали приходите в начале рассказываете вам просто на берегу скажем что что можно что нельзя это не про консультирование как как спрятаться как обойти ограду но это просто честный разговор с честными людьми о том вы не хотите чтобы вам прилетело так вот мы тоже не хотим это на самом деле какая-то еще честно говоря российская особенность тоже я знаю как устроен немножко бизнес в америке там те объемы которые мы сейчас обсуждаем же тот уровень доходов по вообще ну задаешь там налоговую отчетность но никто тебя не спал почему тебе там пришло там 10 тысяч долларов почему там тебе пришло 15 долларов барбы заплатишь с этого там или покажешь что ты там это израсходовал или заплатишь там 20 плюс процентов там с прибыли все далее там могут быть вопросы к транзакциям и в 100 евро и в 100 фунтов вопрос опять же не в размере а там в источнике происхождения средств и и там разведены вопросы когда человек не платит налоги от отмывания денег от легализации все такое в россии это как-то все вместе и главное что когда при этом читаешь про то как у какого-нибудь полковника очередного или там у какого-то бывшего регулятора или соседа регулятора вместе с фэйсбэш ником находит там кэша на миллиарды рублей то как-то чувствуешь себя честно говоря и ну идиоткой в каком смысле вот тут театр в пределах миллиона рублей бумажки запрашивают а там люди извините ну то есть такое впечатление что нас как бы дует больше всех и мы те самые дураки дурачки на которых как бы все ездят да 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 потому что за всем что на нас одета за всем что мы едим за этим за всем же предприниматели стоят и большая часть из них хорошие ребята которые просто им им нужны нормальные правила игры как в таких условиях можно 600 тысяч делать и так понимаю цель точки сделать 600 тысяч из четверти миллиона это скорее про про общую стратегию открытия и и мы планируем что . примерно половину половину этого принесет на стол то есть 300 тысяч клиентов еще нет это про есть открытые клиенты есть работающие клиенты вот из из половины стратегии открытия по работающим клиентам примерно половину или там чуть больше дай бог я надеюсь что это будет вклад точки ну насколько . может по количеству вот грубой сколько предпринимателей все может заманить реально ну первых мы не хотим заманивать мы хотим чтобы нам так приходили заманить какое-то слово из серии там баба яга добра молодца заманивала в печку вот это все вот не бери переварить и качественно обслужить если плавно я думаю мы еще там сто тысяч сможем меня больше беспокоит чтобы они были чтобы предприниматели были ну вот зависит от на самом деле от нефти и от 115 и от банков да да ну мы поэтому сейчас мы мы делаем вот просто все возможное что если в бизнесе в поведении юрлица предпринимателя есть там там есть что-то реальное мы говорим слушай вот 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 реальное делай плати налоги и вот плохого пожалуйста не делай вот и и все у тебя будет хорошо закрыть это ну простая быстрая мера наш фундаментально фундаментально ничего не решает сам бизнес точки в какой сейчас точке в какой точке бизнес-то из точки а он сейчас в точке пересборки я в целом очень очень доволен тем тем как все идет потому что есть есть сезон роста мы в два раза в прошлом году выросли точка быстрее всех росла и там в привлечении в активных клиентах наша фундаментальная задача не цифры набрать чтобы потом вот в интервью хвастаться а сделать конкретно этих предпринимателей довольными это гораздо более сложная задача чем цифры нащелкать и мы сейчас в точке когда мы ушли на новый виток размышления к сожалению к счастью эти вещи надо просто каждый день каждый месяц каждый год переосмыслить размышление о чем а что надо сейчас делать по-другому чтобы предприниматели были с нами счастья какие мысли они иногда про сервис иногда не про новые услуги иногда они про цены это вот ну-ка это такая постоянная пересборка и осмысление что и как лучше сделать я тут пыталась постичь где посмотреть отчетность точки частью нашла в киеве ничего не нашла в открытии ну и там какая-то такая была фраза что вроде по первому кварталу вы в начале года девятнадцатого вы были вроде как вышли из убытков да да мы мы прибыль заработаем по результатам года при том там есть на некая бухгалтерская погрешность связанная там с переносом убытков начала операционной деятельности мы там хорошо заработать это как хорошо как заработаем так так расскажем и я надеюсь что мы большую часть денег просто реинвестируем в том чтобы опять предпринимателям продолжать лучше делать слушай а нет какого-то такого фундаментального противоречия в том что банк для предпринимателей в россии по сути принадлежит на контрольную долю государства почти на контроль почти на 50 процентов банк открытия принадлежит по сути государству через cb . на 50 процентов принадлежит открытию мне кажется это отражает только сейчас все устроено с одной стороны мне кажется это клёво для предпринимателей что они могут не бояться за сохранность своих денег потому что но и же две шугалки принципиальная первое то что вы нажите с деньгами и да 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 и надо как-то вот а чем ближе к тем кто не сбежит с деньгами тем там ближе к 115 фазе вот и начинается это хорошо что вот у клиентов есть понимание про сохранность что это госбанк и все такое и акционер государства с другой стороны я надеюсь что со временем у самого открытия есть планы выходить на рынок и делать размещение и я думаю . в этом тоже как-то сможет участвовать я думаю время изменится а для тебя как для человека ну с таким сильным предпринимательским бэкграундом имеет какое-то значение есть ли разница вот в какой экосистеме ты существуешь в той или другой вообще отличие да здесь понятно что есть разница именно по этому точку существует отдельно есть есть понимание того что надо очень ответственно принимать решение когда я сам был акционером или можно было сесть с акционерами и поговорить я понимал что ну вот мы приняли это решение и никто потом не придет проверять на правильность расходования средств и вот выполнили ли мы планы и вот это вот все к сожалению вот государственный контекст он заставляет думать не только в терминах какое правильное решение принять а как на это посмотрят и как тебе в такой парадигме приходится больше думать в два раза больше думать а это ну вообще так эффективно с точки зрения бизнеса что надо думать не просто о развитии бизнеса но еще и последствия в любом случае полезно думать но да согласен она было бы проще думать и бизнес последствиях но но возможности которые сейчас есть учитывая роль государства в экономике там же очень очень много сервисов которая точка сейчас может делать которые другие банки не могут именно штуки связанные с стандартными историями с закупками с открытием спецсчетов учитывая то что открытие один из аккредитованных банков мы это можем делать прям в легкую нас это прострой простой встроенный инструмент объясни мне такую вещь как эти удалось убедить все это руководство большое коллективное государственное а также частных владельцев киеве частично отпустить тебя на свободу заниматься другим проектом там лучше у них спросить но мы никогда не скрывали и и я на берегу говорил что вот есть есть такое желание и я на самом деле собирался в кругосветку уйти потом случилось не не это задолго задолго до я в кругу залоги да 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 но потом была история с двадцать четверку я вписался туда вместо кругосветки потом . и понятно что никто бы не подписался инвестировать в точку если бы я сказал ну знаете я поехал вот и и на тот момент все опять перенеслось и потом появилась потрясающая возможность в англии которую эдуард там как-то разведал и с ребятами начал собирать вот и ну и мы сразу говорили на самом берегу отношений с открытием что здесь мы вот все делаем но у нас есть свобода смотреть на другие рынки это было условие на берегу и как раз очень признателен что к нему все очень как-то так спокойно нормально отнеслись это уже было понятно в момент когда открытие государству государствливался да ну на тот момент проект в англии уже начинался и в общем там расскажи откуда вообще взялся проект в англии с какой стати что это такое проект в англии у него потрясающая история и будет смеяться на тоже связано с отзывом лицензии двадцать четверки и так картина маслом фейсбук взрывается мне все клиенты пишут в личку кто-то там угрозы пишет кто-то спрашивает угроза прям бой да там там много всего веселого дай мои деньги ну из этой серии да там прямо и братками угрожали и так и сяк но не приехали не 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 приехали вот я ходил по улице пешком как обычно вот ну и неважно и и среди всего этого вдруг приходит письмо которое начинается здравствуйте я джон старший вице-президент африканского банка разводку похоже я думаю интересная новая разводка надо ответить и посмотреть еще открываю хедер и письма и смотрю нет вроде правда с домена банка настоящего зашел на сайт не проверил ладно отвечаю говорю да здравствуй джон я вот такой то он говорит да хотел то джон вот вот он говорит давайте пообщаемся и я все про вас слышал про банк 24 слышал давайте пообщаемся я не смог эдуард с ним общалась а кто такой эдуард эдуард пантелеев он акционер был банка 24.ру и мы сейчас с ним и ребятами делаем проект в англии он собственно был идейным вдохновителем вот этой трансформации в онлайн-банк эдуард с ним общается и рассказывает говорит слушай не поверишь он правда все все знает про 24 такой как в юар лето с зимой же они чуть-чуть наоборот поэтому летом когда в юар идут дожди че чувак прилетал в барселону там встретился с девушкой девушка из екатеринбурга у нее был счет двадцать четверки она там в этой барселоне сидела очень сильно переживала когда все происходило там оказывается был форум людей в барселоне вот которые все это обсуждали почти у всех был у нас счет он за этим за всем внимательно следил он он все понимал говорит я же понимаю что у вас там по три лицензии в неделю на тот момент уходит все понятно он говорит приезжайте здесь такие же проблемы все вот такой же бардак с малым бизнесом геморрой автоматизации тоже никакой нет приезжайте мы с мы собираемся едем в юар пингвинчики потрясающие вино вкусная еда хорошая и и правда с малым бизнесом такая же дичь вот все стараются в кэш в зубах унести налоги не платят автоматизацию очень мало банки малый бизнес не замечают и он говорит давайте давайте с нами это все делать и мы такие да давай и они приезжают в екатеринбург смотрят и мы параллельно запуском в точке уже готовимся запускаться в юар и там оставалось какое-то последнее решение совета директоров они в последний момент говорят а вам надо сапом интегрироваться чтобы все это запустить а сапом интегрироваться это через два года и сразу после того как рак на горе свистит и а зачем ну ну так надо было что там уже не вдаваться слишком глубоко и и джон говорит блин я так расстроен ребята давайте попробуем в лондоне ну та же самая фигня все тоже по-английски говорят вот мы такие ну давай попробуем в лондоне они нам помогают первые какие-то полторы встречи засетапить в лондоне мы начинаем узнавать как там лицензию получать какая ситуация с предпринимателями дальше те ребята отваливаются у нас все как-то закрутилось завертелось а что в лондоне в англии не было банка для предпринимателей вообще на тот момент не было отрицательный нпс это уровень удовлетворенности клиентов в хай-стрит банках но в традиционных банках баланс можно как правило посмотреть на следующий день поддержка в самом передовом банке в чате отвечает на пятый рабочий день дозвониться можно за час до людей в индии как каком году а это вот три года назад которые ничего не решают сейчас да 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 и мы такие да да даже если сделать на троечку все что мы на меня даже вот на троечку все что мы уже делаем давно в россии это будет уже прям прям бомба вот и такие у нас первая мысль потом мы понимаем что рынок будет меняться рынок будет трансформироваться и надо делать все чуть чуть по-другому и там по итогу проект совсем не похож на точку собственно что вы стали делать мы подумали что банки рано или поздно все научатся делать нормально вопрос времени уже понятно понятно к чему все придет 5-10 лет неважно но основная боль предпринимателя не там основная боль предпринимателя это между банком отчетностью бухгалтерии вот этой вот лишней работой с трясти деньги запомнить кого сколько собрать и инвойсинг вот это вот все да и и автоматизация всего этого притом автоматизация не не как набор кнопочек а как набор набора кнопочек она это чат интерфейс основанный на чате но который понимает и умеет обрабатывать сложные сценарии и серии выставить счет пейте такой же как в прошлом месяце а как она расшифровывать ну во первых она это прекрасное имя которое есть на всех языках а во вторых это почему не маша это абсолютно ноу-нонсенс админ ну так бывают ли такие админы ну вот собственно собственно что мы пытаемся сделать или вот этот сценарий о котором говорил ты что-то покупаешь констовары для офиса вылазит чек ты его фото все притом она тебе сама напоминает его сфотографировать дальше ты фотографируешь она все разбирает по категориям складывает что надо уходит бухгалтеру она там следит за категориями или ты говоришь а заплатил мне пейте также как в прошлом месяце нет не заплатил давай стресси с него деньги вначале выставим войс если он инвойс не заплатил давай по этому счету надо надо собрать деньги и и там идти достаточно сложные сценарии они прошиты в мозг и они автоматизированы как вы в подложке банк вы опрашиваете бесконечно предприниматель ну да и глазками смотрим в общем то есть это такой какой-то искусственный интеллект который как бы это все собирает что не он вполне себе естественный естественный вот есть искусственный интеллект бы сам себе такие сценарии придумывал на нет ну то есть на рекламу собирает и за мной и естественный интеллект да а для пользователя это выглядит как искусстве слушай а вообще вот выходить ну на рынок другой страны где ну с виду на самом деле все неплохо с финансовой культурой это какая-то такая давняя мечта или спонтанное что-то это и мечта попробовать себя на на другом уровне потому что но это надо начинать сначала ну то есть фактически все все заново да 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 и даже в россии понятно тебя все знают у тебя есть какая-то репутация реноме там ну какие-то люди где-то что-то сделали а вот эта репутация русского с акцентом она сейчас как она не то чтобы мешает но и не сильно помогает я в начале этого тоже очень сильно стремался пока не понял что три четверти лондона с акцентом лондона пожалуй да кто кого убедил ты эдуард или да идуард меня я слишком привязан к екатеринбургу а где взяли деньги на покорение а деньги мы вначале внесли сами потом пришли инвесторы это всего на первую часть дал какой-то фонд от лэйн они тоже приезжали в екатеринбург смотрели оперейшн смотрели на нас и они нам дали денег когда мы уже собрали что-то работающее вот сначала свои просто деньги да 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 вначале в начале свои были на что собственно деньги ушли на разработку на привлечение клиентов собственно как 15 миллионов нормально лично так повез нынче не дешев а вы уже запустились насколько да 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 мы запустились мы привлекаем по тысячи с лишним клиентов каждый месяц я попробовал потыкать эту штуку как она работает у меня возник вопрос а собственно нужно ли быть резидентом нужно иметь разрешение на проживание в реке адрес там зарегистрированы и так далее вот ну какой потенциал роста у него примерно если с попутным ветром то до полмиллиона пользователей полмиллиона предпринимателей то есть размеры сопоставимые с россией ну даже больше я думаю просто потому что в англии бизнеса больше вот от 1000 пользователей в месяц начиная с какого момента мы мы растем и первый месяц там 200 клиентов приходило больше 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 вот сентябрь еще еще не все дочитали но существенно больше тысячи будет и мы планируем разгоняться ну когда вы стали пользоваться вот буквально там первый тестовый клиент появился чуть чуть меньше чем год назад и сколько вы собрали с тех пор а мы собрали сейчас под 10 тысяч клиентов это много или мало относительно других но это очень хорошо учитывая что у нас платные клиенты ты не сможешь долгосрочно дайте хороший сервис и ты никогда не протестируешь создаешь ли ты ценность если ты против этого нет какой-то единицы измерения понятно что если чё-то даешь бесплатно у тебя и после этого клиенты уходят вы же как и клиент приносит вот один у нас тариф от есть тариф за 5 есть тариф за 11 фунтов в месяц ну а средний средний там там надо считать с погрешностью на то что новые клиенты не сразу начинают платить там средние получаются без новых платящий клиент где-то 7 фунтов это 70 там тысяч в месяц выручки в 10 тысяч клиентов работающих чуть меньше ну то есть как это работает это какая-то карточка да это карточка счет то есть все все как взрослый все как в любом там банке онлайн банки для предпринимателя да деньги реально в банке хранятся и у каждого свой счет курс счет отдельный слушай ну есть же stripe всем известная компания которую купил виза долю в ней за из оценки 9 за много там где из оценки 9 миллиардов долларов и вроде бы он как-то шагает по планете успешно зачем еще один нужен в первых мимо меня не проходил не прошагивал во вторых страйк про другое про что страйк же про автоматизацию эквайрингового решения приема приема карт фундаментально потом когда там не пошла экономика они под это дело начали подкредитовывать ну и какие-то обвязочные решения собирать они все не придут к дому и тому же в итоге что надо банк делать для предпринимателей там слишком слишком большая пусть фокусировка это же это же вопрос на то что для тебя бизнес я не знаю правда или нет наверно байка но если бы я не был и обстоило придумывать когда-то было очень много бизнеса связанных с производством кнутов и они все-таки у нас самый длинный кнут у нас самый звонки чтобы бить лошадей а не то что вот некоторые зрители возможно подумали вот ну чтоб чтоб ездить можно было и лошадь как-то там постегивать и у них у всех были миссии серии мы делаем самое клевое кнуты и вот это вот все ну вот а у одной из этих компаний миссия была мы делаем это мы делаем так чтобы людям было удобнее передвигаться что-то такое вот эта компания по слухам трансформировалась в band но это эта компания bands которая потом вот mercedes-benz больше чем красивая легенда да и короче пока ты делаешь средства автоматизации чего-то эта хрень обязательно когда-то закончится если ты делаешь что так что предпринимателям было хорошо ты ты придумаешь следующее хорошо а кто ваши конкуренты есть не страйк конкуренты все все классические английские банки потому что там там у всех счета где-то у нас конкурент вы не поверите мы самим гуглом соревнуемся потому что нечестное слово и с микрософтом еще потому что часть предпринимателей ведет свою бухгалтерию вот эту вот или в гугл доксе или в экселе мы с ними нещадно бьемся короче вот прямо не на жизнь у нас где-то мы с бухгалтериями сотрудничаем где-то конкурируем где-то там сейчас есть не у банки но они под отстали от нас которые пытаются вот такое комплексное решение создать этого много конкурентов а банки не должно быть как банка для всего нет почему нужно банк для предпринимателя банк для вроде как и должны но когда ты становишься всем для всех ты перестаешь что-то хорошо делать я прочитала в журнале wired я не могу прийти в себя уже шесть часов но карточка она мяукает это правда конечно правда today we are trying to find the perfect miau for our contact last ever card we having to audition over 300 cats we have to find the perfect miau есть специальная кошка которую выбирали на кастинге кошек мы про это ролик выложили которая мяукала она мяукала каждый раз когда карточка когда ты карточкой платил кошка каждый раз мяукала там должно было быть такое бодрое бодрое мяу вот и же такое ленивое мяу есть печально это должно быть такое энергетик мяу ну прям вот но но не резкая так чтобы дети вокруг не начинали плакать если серьезно то мяукает приложить его смартфоне которая лежит в этот момент в кармане у владельца но создает полный эффект сараунд саунда и ощущение что мяукает карт на что нужны инвестиции теперь на новых клиентов на новых клиентов до продолжения разработки да и и и там такая штука мы когда прошлый раунд закрыли на нас куча людей обиделась что их не пустили очень много людей хотела инвестировать прошлый раунд закрылся просто был один свернул да 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 и он и он запомнил собой весь пол и а там были маленькие инвесторы большие инвесторы которые блин мы тоже хотели ну сейчас мы решили сделать до привлечения и и это возможность зайти с дисконтом хорошим к следующему раунду это маленький раунд это ограниченный раунд это сколько мы сейчас максимум 5 миллионов привлечем что за странная форма привлечения крауд инвестинг я слышал что вы делаете крауд инвестинг там есть там есть клубная подписка есть крауд инвестинг ты становишься самым настоящим акционером но в нашем случае ты получаешь право на пожизненно бесплатную мяукающую карту и ты получаешь кружку в подарок большая часть большая часть крауд инвесторов получает просто деньги it's a shame на кружке написано что я инвестировал в ванну и все что я получил почему такой странный способ привлечения денег зачем это вам это позволяет интересующимся людям зайти с дисконтом мне кажется для россии это вообще прикольная тема я всегда так чуть-чуть завистью и кем-то не знаю любопытством следил за теми кто выходил на зарубежный рынок и там что-то пытался делать потому что люди с горизонтом мышления дальше чем свой огород ну и в среднем и дальше чем свой огород это же надо было как минимум купить билет на самолет и не не в отель с all-инклузивом а пойти увидеть нишу проблему начать разговаривать смотреть держнуть и все такое я знаю нам куча предпринимателей в россии кто тоже бы наверное хотел но страшно да но но страшно все никак и не не решится и все такое и это ну такой это более материальный способ поставить лайк я вложил 150 тысяч фунтов в этот раунд а я вкладывал там ну и больше в предыдущие раунды это сейчас в общем вся все что есть и я понимаю что капитала 3 все что есть ты вкладывая ну ну практически да потому что но это вот наши детище это но это проект это ну точно так же как у меня на момент отзыва все деньги остались лежать в 24 ты держал свои деньги и тебе вернули до кредитор последней очереди какая у тебя амбиция если говорить об этом бизнесе вырастить его за пределы англии в англию сделать потрясающий сервис который реально меняет опыт того как люди ведут дела если он при этом вырастет за пределы англии слава богу если я точно буду знать что люди такие у мне там совсем по-другому стало вести дела платить вот вот это для меня будет архи архи амбиция в цифрах это в чем должно выражаться а в цифрах и все-таки да 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 ну в нету все таки это не знаешь что я умею считать в цифрах в ближайшее время я думаю мы добежим до миллиона выручки в годовом выражении и дальше просто стартанем еще больше в росте базы думаю там через год пять пять семь тысяч новых клиентов в месяц и а вот да да а дальше там я думаю 10-15 и так вот будем наращивать вот ты посмотрел на регуляторы здесь на регуляторы там где лучше и почему это очень разные подходы к регулированию я в целом понимаю почему они в россии такие как они в россии и в англии они такие как в англии в англии кстати там регулирование телегировано сильно и у нас был такой очень отрезвляющий опыт в нашем в нашем подходе задача всегда регулируемого создать потемкинскую деревню перед регулятором задача регулятора эту потемкинскую деревню как-то вскрыть разобраться это очень понятная игра в кошки-мышки то есть регулятор знает что его дурят мышки знают что их ищут их ну вот 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 все в эту игру играют я помню наш разговор с банком который по сути для нас регулятор перед запуском и они говорят который у которой лицензию как бы да 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 и и мы там с эдуардом и с коллегами с ними встречаемся и я там выступаю с докладом в традиционной значит в одежде мышки с презентации мышки с рассказом в общем как как все хорошо и они нас все внимательно слушают в какой-то момент наш перестают внимательно слушать и типа и он так на нас смотрит и говорит а вы вообще сами это готовы бы сами себя включили и у нас с эдуардом шок такой мы потом выходим эдуард говорит слушай я много лет занимался этим бизнесом в россии нас ни разу них ну вот меня ни разу никто не спрашивал типа про суть и да и про суть и главное а как вы сами то думаете ну вы сами вообще ок с вашей системой комплаенс а там риск мониторинга и и всего и и удивительно вот что в обществе джентльменов ты начинаешь вести себя как джентльмен в той игре я их был готов убеждать даже возможно у нас что-то где это было не доделано я знал что пока там будут согласовывать мы наверно доделаем под нажмем российский героизм вот это вот все когда они у нас спросили вы сами готовы или нет мы вернулись сделали список того что нам надо по-честному доделать что быть готовыми доделали пришли сказали мы сами все готовы говорят ну хорошо вы сами готовы все протестировали давайте вперед ну а 115 фаза там есть есть конечно он жестче или же международный 115 фаза его его же не у нас придумали россия же просто часть часть международного клуба по борьбе с отмыванием и нам по большому счету те же правила они где-то жестче применяются где-то мягче а мир вообще не слишком ну как сказать ударился в эту борьбу или наоборот недостаточно тут есть прям противоположные точки зрения есть честно говоря сам понять не могу там кстати в в англии гораздо больше мелкого мошенничества чем в россии ну вот я не ожидал но это так иногда мне кажется что слишком слишком ударился иногда но ты думаешь но правда вот ну зла много происходит периодически правда видишь следы транзакции что там как то что называется культурным словлем работорговля но на самом деле какая-то там проституции вот эти деньги пытаются провести каких-то банках видел следы чего-то такого не не в россии но вот мы в англии я разговаривал с комплайнс офицером в другом банке и он говорит вот у нас счета открывали а там же можно дистанционно открывайте люди делают салфики это мы вдруг видим что салфики ну девушки и все на фоне одного и того же ковра и а там вот этот кружочек он показывает ну чтоб людям было удобнее на лицо было наводить а на самом деле чаще передается широкая картинка говорит а там видно что там чуть ли не руки привязаны ну-ка это такая история ну то есть вычислили просто да 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 ну просто вычислили это вот и и ты думаешь господи ну слава богу что ну что такие штуки есть это помогает что-то предотвратить может ну то что иногда там сериальчик их показывают всякую жуть да на самом деле реально происходит и ее всю надо финансировать и когда борется с кэшем когда борется вот ну с непонятными всеми обезличенными транзакциями в этом ну какой-то смысл есть потому что если силы зла и лишить бабла то вроде как им сложнее будет вот проблема в том что она не все такое черное и белое я просто сейчас выскажу такое может быть отчасти спорное суждение иногда кажется что эти законы придумывают кошки в отношении мышек даже когда ты читаешь там исследование какой-то wealth management research и выяснять что в офшорах находится там 10 триллионов долларов ну эти же офшоры они принадлежат не мышкам вообще не мышка не предпринимателям которым нужны инвойсик там даже а тем кто эти законы пролоббировал да ну похоже так ну иначе просто быть не может хайли лайкли да то есть как-то опять чувствуешь себя в любом случае дурачку дурочкой которые ну или дурачками эти предприниматели которые там стараются меняют зажигают лампочки из одежды что сделать то что это изменить не знаю про образование хотел спросить у тебя и так примать 4 образования 2 американских колледжа и не 1111 блузе из луизиан и несколько в российских вузов зачем так много образований опять же так с ними так получилось мне казалось что колледжа хватает я потом хотел в семинарию но мне сказали что но если ты семь лет подряд будешь где-то учиться за рубежом ты скорее всего больше абсолютно непотребный для российской действительности и в общем они были правы и говорят внутри вернись на пару годиков вот продышись я думаю ну хорошо вернусь вот я приезжаю сюда начал устраиваться на работу и показываю все свои американские дипломы которыми сильно гордился там бакалавр с почестями гуманитарных наук все такое или нет свободных искусств liberal arts вот и там такая возрасте тетенька кадровик думаю что же написать что же написать напишет говорит напишу училище не училище давай говорит напишем что-то она даже не технику да 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 говорит давай напишем технику какой технику а говорит ну незаконченная высшая тоже вроде и и в чем там даже непонятно мне что было вот записать в эту карточку кадрового учета пришли в колонию там начальник колонии очень такой прогрессивный человек интересно что за нового человека привели про меня рассказывают и он тоже спрашивает я ему как-то между делом рассказал эту историю что вот да выучился на непонятно как записать он так на меня прищурившись смотрит и говорит что не катит здесь твоя ксива я понял что тот момент ты понял что да да что ксива в натуре не катит и так и забудь измастыриванием новой ксивы а зачем тебе была нужна ксива что пришло адекватная но какая-то ну такая настоящая ксива признавание признавая в армию боялся загребить но это отдельная история но я подумал ну как-то неудобно что мне везде пишут стоит на нет высшего образования надо так и не признал да 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 надо что-то с этим делать и я думаю вот сил по новую меня что-то не хватит на что-то ближе вот к религоведению чтоб я мог одно в другое переиспользовать и мы тогда много в тюрьме делали я думаю вот пойду на социальную работу как раз вот вокруг этого выяснилось что там тогда была не недоисследована тема социальной педагогики социальной работы в россии это еще все все новое было меня попросили статью написать которая потом стала главой для учебника социальных работников а мне сказали ну раз ты так попал в соавторы учебника то это уже почти кандидатская и как-то и я тогда был бодрый на подъем вот полон тщеславия и написал кандидатскую защитил ее и и и потом как-то под успокоился это если вкратце скажи а сейчас не возникает желание поучиться возникает я я трижды начинал докторскую тоже по педагогике потому что докторская это не про учиться это про исследование это научная работа да но это в этом возрасте уже похоже самый лучший способ учиться мне кажется важно продолжать всю жизнь учиться я раз в год обязательно куда-нибудь езжу на какие-нибудь там то что называется с погружением это или практика какая-нибудь или там что-нибудь расскажи про какую последнюю ой много куда ездил я ездил на випассану ездил я ездил с ребятами которые по снегу в шортах ходят вот и и випассана круче нет холод холод интереснее но с точки зрения фокуса то что несколько часов на випассане высиживать на холоде происходит все то же самое гораздо быстрее ты там перестаешь концентрироваться замерзаешь сразу пока концентрируешься эти норм и это такая очень железобетонно работающая штука вот мы на какие-то практические штуки ездил там типа теория ограничений или по сервису или по управлению проектами то есть я постоянно стараюсь это совершенно разные да так называемых soft skills и вообще медитации дома там совсем конкретных скилл скилл да вот так ты не думаешь что в ближайшие какой-то там я не знаю горизонт 10 лет образовательная система сильно должна как-то поменять да вот я собственно поэтому и вот несколько подходов безуспешных докторское дело потому что образовательная система почти единственное которую все инновации объема изменения объема знаний способов получения информации главное подготовки к миру в котором надо жить но и функции же образовательной системы просто вырастить людей чтобы они дальше могли жить нормально было было вот и и сейчас это все стало очень сильно меняться а система образования которая в общем она собственно же обеспечивает то что человечество продолжается как культурный пласт ну что если дети рождаются их запереть в темной комнате они даже ходить не научится не говоря уже про запускать ракеты и все такое прочее вот это вот передача и возможность наслоение опыта происходит благодаря системе образования и все вокруг изменилось а лекции как читали так и продолжают читать и и там прям вот стала уже в вода уже кипает да 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 уже пошло при этом люди которые в системе они как правило ну вообще вообще не об этом не отдыхали да интересно если это все сбоку где-то начнет происходить это прям вообще одна из самых по моему многообещающих до тем для будущего дисрабжен слушай а как ты думаешь бизнесу можно научить или с этим надо родиться или или нет я студентов прошу в конце написать чему они научились и одна написала там презентацию на было сделать вот последний слайдик я собственно только по последнему слайдику оценки ставил это чему вы научились она написала типа я подняла что я никакой не предприниматель я вот попробовал у меня не получилось а это можно по-разному тракта да да ну 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 по крайней мере у нее прям сегодня такой вывод может я у нее отбил то что мы не знаю ты читаешь предпринимательство я читаю электронную коммерцию но по большому счету я прошу и точнее заставляю электронной коммерции читаешь предпринимать нет нет делать какие-то да реальная проекта и там мы быстренько разбираем юнит экономику воронки гипотезы как их тестировать и кто на чем обосрался униру мануал такой да 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 такое очень не очень интенсивный отчасти это про среду отчасти мне кажется это про толерантность к риску то есть все таки чуть чуть больше риска надо брать вот тем да чтобы быть предприниматель не факт но встречала честно говоря разу то есть и очень осторожных и очень наоборот отвязанных да да вот важность как правило проблема с тем чтобы удержать да и те фаундеры которые ну которых потом акционер выкидываются грубо говоря из бизнеса потому что они там они основали мы пока деньги все привлекли не осталось там мамы они вот идут дальше основу да есть какие-то наоборот супер там есть люди которые там математическую модель построили она там зарабатывает даже тоже очень разные встречаются а все-таки какая то есть общая черта вот кроме этого риска который роднит предпринимателей они предпринимают между жопой и диваном доллар не пролетит то есть им что-то все время надо ну ну они по крайней мере создают хотя бы миллиметровый зазор кто-то случайно как я кто-то специально вот но но там возникает хоть какой-то зазор тогда уж раз мы стали говорить о предпринимателях предприниматель который вызывает у тебя восхищение есть ой ну ребята опять же с которыми повезло работать это и эдуард и сергей салонин и сергей лапшин но благодарны прям титров и я иду правда или персонажи которые в телевизоре или с которыми я периодически общался ну но это прикольно но это не то когда ты наблюдаешь человека годами как вот он решение принимает и все это другое этому ну я конечно могу сказать элон маски стив джобс но вот их как раз лучше в титры в чем главная проблема бизнеса в россии кроме внешней среды это в том что он ищет причины во внешней среде а он тоже ищет причину во внешней среде я думал только политики сегодня был на конференции чувак вроде предприниматель встает а вот что делать на малому бизнесу когда а вот со всех сторон сложности проблема только в том было что приливать сложно и проблема только в том было что конференция сервисе а сервис это про то что улыбнись сука причем тут ну вот все остальное но но он даже в этом вот хотел и он просил помощи государства чтобы ему сервис помогли наладить твоя самая большая удача вот то что я оказывался каждый раз очень клёвыми людьми и ну вот я так смотрю ощущение что меня просто вот сверху за за ниточку тащат каждый раз оказываюсь в правильном месте ну и вторая удача это конечно не то что не в тюрьме а был риск мне кажется вот заниматься и сделать что-то в россии это но всегда такой риск я учту на всякий случай самая большая неудача ошибка странная штука я каждый день думаю о ставящих которые я бы сделал по-другому но на вопрос самая большая ответить не могу наверное я слишком сильно стал внешние атрибуты успеха ну какие-то которые пришли это потом пришло соотносить с собой думать что но вот ну все так хорошо потому что я такой молодец а сама дурацкая ошибка есть есть типичная ошибка который очень дурацкая это когда я знаю что там что-то пойдет не так но с очень высокой долей вероятности и не идут перепроверить и такой ну там все нормально да все нормально тут ломается знал же понимаю три книги которые как-то на тебя повлияли очевидно библия я школьникам прочь прочел 7 навыков и и эта книга сделала такую вещь про про то что есть вот эти soft skills и что есть какие-то системы по крайней мере полезно думать то что важно другим и и не только тебе и 7 навыков высокоэффективности да да ну то есть казалось бы смешная книжка но она прям вот пришла и давайте я из школьного периода скажу и там же я набрел на книжку в сельской библиотеке законы паркинсона и не знаю как она туда попала в 90 каком-то пятом году ну как-то вот переведенная законы паркинсона а что в законах паркинсона так и и там там были они еще похожи вот всякие штуки и там же было что все достигают причины пределы свои консервы своей некомпетентности да и и и я вот с тех пор сколько уже почти чуть меньше тридцати лет прошло я все время думаю а не застрял ли я в пределе своей некомпетентности круто если верить этой книжке то скорее всего да и думаю чем по этому поводу поделать наверно куда-то перед переместиться ну или что-то с собой поделать круто спасибо пожалуйста